я вчера будет честно сидел часа 2 наверное не мог сократить проповедь как можно про женщину говорить коротко может быть так во первых женщины не любят говорить коротко знаете тогда не кто знаменит сегодня так быстро по телефону поговорила полчаса все это не туда попал но тем не менее постараюсь я постараюсь я хочу чтобы мы сегодня посмотрели на наших женщин с другой стороны немножко на то есть включили критическое мышление то есть сопоставили некоторые факты и посмотрели на женщин не на как они на как-то объект восхищения красотой или какими-то способностями там умением готовить умением убираться дома стирать и так далее вы просто скажите что меня нет но не больше звонить бог сидит у себя в невестной канцелярии к нему приходит апостол петр и говорит господь к тебе атеисты он говорит скажем что меня нет итак посмотрим на женщин немножко с другой стороны но с посмотрим давайте так нельзя смотреть только на женщина бог создал мужчину и женщину для того чтобы двое стали одноплодать и посмотрим сразу и на тех и на других но с немножко с другой стороны это первое послание петра 3 глава с первого по 7 стих написано также и вы жены повинуйтесь своим мужьям точка но нет здесь запятая здесь запятая чтобы те из них которые не покоряться слову житием жен своих без слова приобретаем и были когда увидит ваше чистое и богобоязненное житие то есть знаете мать тереза когда-то говорит сказала гениальную фразу сказала неустанно проповедуйте евангелие всегда и везде проповедуйте евангелие если понадобится словами то есть петр вообще понимаете кто говорит эти слова это говорит человек который чуть что хватался за меч сразу вот у него совсем было него не богобоязненное житие он работе иисус с ним ходит а он иисус все можно по воде его учил ходить да а тут вдруг что-то произошло он сразу за меч хватается уши рубит там понимаете вот и этот человек говорит что житьем нужно приобретать души то есть вот кстати да люди глядя на петра они так вот прямо и уверовали в те времена когда он с усом ходил а потом когда он уже понял кто он в боге он вдруг начал каяться и все его послания и все его послания церквям письма они все практически письма покаяния то есть он говорит как и как ему не нужно было делать как но как мы должны поступать при этом и сам старался быть таким но это еще не все здесь написано да будет украшением вашим не внешнее плетение волос не золотые уборы или нарядность на одежде но сокровенный сердце человек с нет внедленной красоте кроткого и молчаливого духа что драгоценно перед богом вот очень многие люди когда рассказывают женщин это место писания они говорят ты должна быть кроткого и молчаливого духа в основном молчаливого знаете такое ну я слышал так написано написано не так написано совсем не так написано что сокровенный сердце человек в нетленной красоте кратко кроткого и молчаливого духа все вы знаете дух святой он кроткий и молчаливый вы слышали когда-нибудь он говорил нет он ведет он успокаивает он утешает в библии написано что это 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 личность которая придет к нам для того чтобы что-то напомнить куда привезти как-то обудрить ну нигде написано что он будет с нами говорить если говорить то бог приходит либо сам в человеческом обличии либо он говорит с неба голоса когда уже совсем уже прямо вот он прямо подходит или слушай значит это неправильно нужно делать вот так и но нет еще не все так вот когда мы находимся в сокровенных наш внутренний человек сердце женщина по натуре это своя добрая знаете был такой атеист опять же маяковский он же говорил что это со мной она стала плохой брал ты я ее хороший да ну то есть мы же брали своих жен хорошими это знания они как-то вот подпортились то есть почему мы почему у них внутри то есть сокровенный сердце человек который ходит вот написано в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа сейчас мы с вами выясним о чем здесь речь на потому что мужчинам непонятно где он этот кроткий и особенно молчаливый дух кроется в каком сердце да и так написано как некогда и святые жены уповавшие на бога украшали себя повинуя своим мужьям так сара поминовалась аврааму называя его господина вы дети ее если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха также вы мужья обращайтесь благоразумно с женами как с немощным сосудом оказывая им честь как сонаследницам благодатной жизни дабы не было вам препятствие в молитвах о если мы можем мужчин если мы молимся и что то не получается значит где-то мы не относимся к ним как с наследницам благодатной жизни значит где то что то мы как-то упустили где-то как-то не разделились женщины то есть нам положено а ей не знаем да то есть нам нужно относиться к ним как patio-нору сегодня выг Ray не мужчину мы говорим о женщинах но почему мы сегодня говорим о Потому что, во-первых, женщины сами должны понять, наконец-то, многим женщинам нужно понять, что женщина, вот вы, женщина, вы, дочь великого, всемогущего, царя. Аминь. Мы этого не делаем. Ну, вы, женщины. Вы считаете, что вы должны перед всем преклоняться. Это неправда. Нужно быть, как Иисус говорил, просты, как голуби. Это, кстати, вам не занимает. И мудры, как змей. Вот у меня для вас хорошая новость есть. Нигде не написано, что женщина должна где-то приобретать мудрость. Вот нигде не написано. Но везде написано, что мудрость дана женщине от рождения. Но это же сначала Бог кого создал? Мужчину. А потом сделал апгрейд. Улучшенную версию. Уже с мудростью. Билд-ин. Мудрость там билд-ин. И он сказал, поскольку мудрость у нее билд-ин, она будет помощником мужчине. Чтобы он что-то не натворил. Мужчина же он как? Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. Это не мудро. Женщина приходит с мудростью своей, грабли переставляет в другое место. Мужчина уже каску одел, бронежилет. Знаешь, что там грабли? Или, опа, ограбили? Нет. Почему? Потому что женщина. Потому что Бог поставил ее для того, чтобы быть Ему помощником. Итак, давайте мы вспомним наших женщин, таких самых известных в Библии. Просто перечислить. Ева говорит, про Ева говорит, с ней все ясно. Написано, она же первая себя решила. Чего ей про нее вспоминать? Вы же не такие. Все. Значит, вспоминаем всех остальных. Давайте. С кого начнем? Кого вспоминаем? Сара. Сара. Еще. Рот. Как классно с вами. Как будто мой пробовать прочитали. Рахель. 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 Лея. Эстер. Мария. Мария. Ну, остановимся на Эстер. Ну, дальше Эстер не пойдем. Не успеем просто. У меня было дальше, как бы. Но я потом вчера подсократил. Начнем покушать, не успеем. Так вот. Начнем мы, на самом деле, не с Сары. Сара была не первая жена, о которой шла речь в Библии. Первой женой, о которой шла речь в Библии, была жена Ноя. Кстати, как ее звали? Не написано. О. Не написано. Мы только знаем, что он и жена его вошли в Ковчег, и он и жена его вышли из Ковчега. Мы не знаем, где была его жена, когда он принял виноградного сока по привычке, а она уже в условиях, извините, схематические, бродить начало. Где она была, никто не знает. Мы не знаем. Странный факт. Но, по факту, так оно и было. Его там не было. И, с другой стороны, смотрите, что произошло. Жена Ноя, она была, ну, такая интересная женщина. Много можно подчеркнуть информации о жене Ноя. Во-первых, для начала, самый важный факт, что у Ноя была жена. Это уже хорошо, потому что, иначе, откуда у него появился трое детей? Это уже хорошо, что у него была жена. Одна. Мы знаем, что у него была одна жена. Хотя тогда можно было иметь много жены. Но у него была одна. Дальше. Жена у него была, и она была с ним постоянно. Она с ним была, когда он получил откровение от Бога. Она с ним была, когда он строил ковчег. И она с ним была, когда он в этот ковчег заходил. И она не предъявляла ему претензий, каких домашних животных с собой домой забирать. Он сказал, всякой твари по паре. А там же и ползучие были всякие, и летучие. Разные были. Она с ним вместе 500 дней из-под них выносила. Их кормила. Ну, одевала нет. Но, по крайней мере, заботилась. Потому что праведник написано, заботится о скоте своем. Так написано? А у них там каждого скота по паре было. Дальше. Мы знаем, что она была скромной, замужней. То есть, она находилась замужем. Мы знаем, что вышел муж, то есть, мной, с женой своим и с тремя детьми своим. То есть, там было четко на первый-второй рассчитать. Там был муж, жена, дети и внуки. Ну, там Ханан еще. Что характеризует, получается, жену Ноя? Она была постоянной и верной женщиной. Вот так? Вот и к следующей женщине перейдем. Вот теперь Сара. Сара, так же, как и жена Ноя, характеризуется верностью мужа. Вот она была с ним в Уре-Халдейском. Ур-Халдейский, помните, как переводится, да? Корот Бесов, Урка с ним. Она вышла с ним из города Бесов. Пришла в Харан. В Харане Бог проговорил Аврааму, что нужно идти в землю, которую я дам тебе, наследство. И она пошла опять с ним. Она не сказала, нет, хватит с меня. Она путешествовала. Давай здесь осядем, купим квартиру, возьмем мошканту. И вот будем здесь обустраиваться, да? Дират Ганф. Или Пентхаус. Там что они? Нет. Пошли. Пошли. И они пришли в землю Ханаанскую. Земля Ханаанская, она тогда была, ну, будем говорить, не самая обустроенная, как сейчас. Вот мы ездили вчера молиться за одну семью в Хайфу. И я помню, что 10 лет назад, а я примерно 10 лет назад был в этом месте. Я в этом месте проезжал тогда, наверное, штук 85 светофоров. То есть добраться из краёд в Хайфу тогда можно было там, ну, полчаса потратить на это. Сейчас 10 минут по трассе без светофоров, без ничего. Тогда такой в земле Ханаанской не было. Тогда всё было плохо. Тогда здесь просто были джунгли непроходимые, медведи ходили, носороги бегали и львы водились. Мы это знаем из Писаний. Но она пошла с ним. И она жила с ним. И она жила, кстати, не в огороженном каком-то помещении. Вы знаете, как жили раньше люди? Мы обязательно съездим с вами в бедуинскую деревню, чтобы вы поняли. Так вот, смотрите, что происходит. Сара очень много лет была бесплодной. До сих пор, например, в иудейской традиции считается, что если жена не хочет или не может родить ребёнка, с ней можно спокойно совершенно развестись. И никто не будет препятствовать этому. Хотя в Библии нигде не написано, что с бесплодной женой нужно разводиться. Там нет таких прецедентов. Но почему-то евреи считают, что можно. Ну ладно. Она приехала сюда в землю Ханас, репатриировалась, так сказать. В ней была абсорбция, интеграция, как это называется. Миссарат Калита тогда ещё не работал. У них забастовка была именно. Так вот, они приехали сюда, обосновались. И Аврааму всё тесно. Он уже не помещается со своим племянником здесь. Племянник говорит, я его это возьму, чтобы далеко не ходить. Бог говорит, ну ты посмотри Аврааму, посмотри в другую сторону. Вот туда пойдём. Говорит, ладно, пойду. Хотя я собрал шатры, вы что-то поняли. Это не два шатра собрать. Это несколько сотен шатров собрать. Несколько десятков тысяч голов мелкого, крупного, рогатого и безрогого скота согнать в какое-то стадо. И перейти совершенно в другое место, на несколько десятков километров. Сегодня мы это расстояние преодолеваем с вами на машине. А Сара на верблюде. Опять, поехали, ну поехали, ладно. А она всё ещё бесплодная. Уже все в её доме рожают, а она всё ещё бесплодная. У неё там людей-то было, вы же знаете, много. И она ничего не понимает. Она настолько ничего не понимает, что когда Бог пришёл и сказал, через год будет у вас ребёнок, она посмеялась. Вот мы сейчас как раз на домашней группе эту тему изучаем. Она посмеялась. Авраам тоже посмеялся. Вот даёт. Ну ладно, ну Бог, как бы, ну доверим. Но, он написано, поверил Богу, это вменилась ему в правильность. Сара ждала того, чтобы у неё появился ребёнок на протяжении девяносто... Сколько? Девяносто два года, девяносто четыре, что-то такое. И ребёнок у неё появляется, свой собственный, она рожает ребёнка. На старости лет написано, грудью кормить будет, да? Нарожает ребёнка, ребёнку исполняется двенадцать лет, тринадцать лет. И Бог говорит Аврааму, возьми сына своего, единственного своего, отведи его на место, которое я покажу тебе, и принеси там мне его во всесожжение. Что делает Авраам? Мы читаем, он идёт, собирает своего ребёнка, вешает на него дрова, берёт нож, огонь, отроков, помощь, и туда. Всё классно, мы прочитали про Авраама. А что в это время делала Сара? Как это? Она ещё была жива. Что она делала? Молилась? Ну вот если у вас был единственный сын, и ваш муж, с которым вы прожили девяносто лет, на старости лет берёт этого сына и ведёт его на всесожжение. Как вы себя чувствовали бы? Нет, она, наверное, не знала, иначе. Он ей не говорил. Ну как вы считаете, если муж взял свой любимый нож для всесожжения, взял дрова, взял огонь, взял отроков, и они пошли, как вы думаете, для чего они? Что, они не могли жертву не там, что ли, построить и принести жертву? Она прекрасно понимала, о чём идёт речь. Но представьте себе, что она переживала в этот момент. Она как мать, представляете, что переживала? Ведь они ушли не на полтора часа туда-обратно съездить. Там несколько дней пути. Туда и несколько дней пути обратно. Авраам отличался безупречной верой. Он даже своим отроком сказал, вы где-то с нас подождите, мы пойдём Богу поклонимся и вернёмся обратно вдвоём. Он был уверен, что даже если он сейчас принесёт своего сына в жертву, Бог всё равно способен его воскресить. Или действительно усмотрит себе Агнца. Потому что сын-то спросил, Искар спросил, где Агнц-то? Он говорит, усмотрит себе Агнца. Я думаю, что Сара доверяла своему мужу Аврааму полностью. Потому что если она не доверяла бы ему, я думаю, что она бы там просто грудью встала бы и сказала, не пущу. Не пущу. Но она доверяла своему мужу. Она ему доверяла, она дождалась, и за это была благословлена. Ведь Бог не зря назвал её Сара вместо Сарай. Её звали Сарай. Если кто не знает. Не Сарра. Или там, как я там в русском переводе мечтаю. А Сарай. В переводе сараминского это моя госпожа. Но он сделал её госпожой многих. Потому что написано, в этой семье Аврааму говорят, да? Авраам, в тебе благословятся все племена земные. Но когда говорят в тебе, это в тебе и в твоей семье, в твоём доме. Благословятся все племена земные. И с тех пор Авраам это отец множества народов, а Сара это мать множества народов. Адам это первый человек, а его жена Ева, Хава, она мать всех живущих, написано. Но Сара она госпожа множества. И характеризует Сару именно вот эта верность. Верность и жертвенность. Она была готова принести в жертву себя. Свои какие-то переживания. Промолчать. Подождать. И верить в то, что всё произойдёт. Следующая женщина, о которой мы говорим, это Рут. Давайте посмотрим, что характеризует Рут. Она жила в... Вообще как они вышли замуж за детей Наоми? Я не знаю. Детей Наоми как звали? Кто помнит? Одного звали болезнь, а другого смерть. По-русски. Как можно таких людей замуж выходить? Ну, тем не менее. Они вышли за них замуж. И они умерли оба. Причём умер Элеменах, муж Наоми, и умерли оба её сына. Остались двое в доме. Трое. Осталось Наоми, вдова. И осталось ещё две вдовы. Офра и Рут. Офра, как и Рут, пошли за Наоми обратно в землю ханаанскую. Из Моовецких полей. Но Офра посередине перепутала. Сказала, ой, простите, что-то я... Не, не пойду я. Пожалуйста, мне тут хорошо. А Рут приняла Бога Наоми как своего Бога, народ Наоми как свой народ, и перешла. Ну, по-русски это называется Гио. Она прошла Гио. Пришла в землю ханаанскую и начала служить кому? Наоми. Она не дала её умереть с голоду. Она постоянно помогала. И Бог это увидел. И благословил её. Женщина, потомок Муава, который написан в Торе. Тор это закон Моисея. Написано, даже в десятом поколении не сможет войти в общество Господне. Он вводит Моавитянку в общество Господне. Она становится бабушкой царя Давида и навечно вписана в родословную нашего Мессии. То есть, когда человек сохраняет верность, и не важно кому, мужчине, своему мужу, или матери своего мужа, она благословлена. Потому что написано, что двое становятся одной плотью. И то есть, соответственно, мои родители становятся её родителями, её родители становятся моими родителями. Я несу равную ответственность за родителей своего супруга или супруги. И в данном случае Рут была, она воплотила эту заповедь, почитая отца и мать свою. Потому что отец и мать, супруга есть мои отец и мать. Следующая женщина, о которой мы с вами поговорим, это Эстер. Эстер, она была, её звали Адаса на самом деле, а Эстер, это чисто вавилонское имя, переводится как Астарта или Аштар, имя богини, верховной богини Вавилона тогда. А её дядя, это не её дядя, это двоюродный брат её был, троюродный, звали он Мордехай. Как его звали на самом деле, мы не знаем, потому что еврейское имя Эстер мы знаем, Эстер это не еврейское имя, еврейское имя Адаса, её мы знаем. А вот как звали Мордехая, мы не знаем, потому что у него было имя тогда, на тот момент, имя верховного бога Вавилона Мордука. Окей? И он просто вошёл в историю. Почему, интересно, книга называется Эстер, а не Мордехай? Я просто вчера перечитал эту книгу, с начала до конца, там одинаково абсолютно упоминается, что тот, что другой. Почему Эстер? Она собой рискнула, чтобы пойти с помощью дороги. Она не просто так собой рискнула. Смотрите, это единственная книга в Библии, в которой не упоминается слово Бог, ни разу. Ни разу не упоминается слово Бог. Но мы знаем, что за всем этим стоит Бог, и служат они, Богу, Израилу. Продите внимание, что произошло. Она была с Виадасой, спокойненько. Потом её сделали Эстер. Потом вообще, Новохудоносор, он переименовал всех. Поэтому, есть это Сидрав Месаха Авдинага, мы все помним, как их зовут, но никто не помнит, как их зовут на иврите. Кто-то помнит, кто-то нет. То же самое здесь. Он переименовал всех. Такая была у него политика. Она была себе еврейской адасой, стала местной эсфирью. И, поскольку она Эстер теперь, никто не знает, кто её предки. И Мордехай ей говорит, смотри, никому не рассказывай, кто ты такая, а то тебя убьют вместе со всеми. То есть, он тогда уже проявил прозорливость какую-то. Она приходит в царский дом. В царском доме её делают царицы. Никто не обращал внимания на маленький факт, только не заглядывайте сейчас в Библию, сколько времени её готовили к тому, чтобы она вообще вошла в палаты царя. 12 месяцев. 12 месяцев с момента, как её привели в дом, где жила она, до момента, как она вошла к царю, 12 месяцев. Всё это упомянуто там в одном стихе. В одном стихе. Это не какой-то там не глава, как её там мазали, как её там, ну, душили, в смысле, духами бросили, да? Душили 12 месяцев. Так и не задушили. И всё равно Мардыха ей говорит, смотри, не рассказывай о том, кто ты, из какого ты дома. Она заходит туда, дальше развиваются события, как вы знаете, как они развиваются, а потом происходит интересная вещь. Аман, которого возвеличил царь Ахашвирош, Артаксеркс, хочет с Мардыхаем разделаться. Почему? Потому что царь издал указ, что все должны поклониться, пасть льдь перед Аманом, а Мардыхай не захотел этого делать. И когда Аман узнаёт, что Мардыхай был иудеем, он сказал, что всех иудеев нужно уничтожить. И вот здесь приходит как раз та самая важная роль царицы Эстел. Она на тот момент была царицей, и Мардыхай уверен, что она царица со всеми полномочиями. И он приходит к ней и говорит, так-то и так-то, ты должна сделать то-то и то-то. А она говорит, во-первых, того, кто заходит в царский двор без приглашения, ждёт смерть. А меня туда вообще уже 30 дней не зовут. и он говорит, ну смотри, если ты этого не сделаешь, найдётся кто-нибудь другой, кто это сделает. А твой дом и дом отца твоего погибнет. И что же я теперь делать? Она хрупкая женщина, задушенная духами. Что ей делать? Ей сейчас либо вот зайти в царский дом на верную смерть, либо сказать, ну и ладно, пускай кто-нибудь другой, я пока наслажусь теми благами, какие умеет. А у ней же всё, как написано, всё, что не попросит, должны были делать ей. Всё, что не попросит. У ней были фактически неограниченные полномочия. Но она говорит ключевую фразу. Иди, собери всех иудеев и поститесь за меня. Три дня. И я буду поститься здесь. Три дня. Есть ещё одно место упоминания, упоминание поста, когда пост действительно привлёк внимание Бога, и он расставил всё на свои места. Это пост Даниила. Он тоже постился и молился за свой народ, за спасение своего народа. То же самое сделала Эстер. И она постилась три дня, через три дня она появилась на тваре у царя на выходе Артаксиакса. Она не знала в каком он настроении. Она не знала он вообще с, простите за выражение, с Бадуна, с после вчерашнего пира. Или, может быть, нет. она же не знала. Она просто появилась у него в дворе и сказала, если я постилась, то Бог всё устроил. Ну, я так предполагаю, так она думала. И она приходит и Артаксиакс простирает к ней свой золотой жезл и говорит, что тебе, царица Эстер, до полуцарства, то есть, всё не дам, полуцарства дам, до полуцарства всё, что ты пожелаешь, получено тебе будет. И дальше начинается развитие событий. Фактически, кто спас евреев от уничтожения? Эстерли? Нет. Спас его. Но использовал для этого женщин. Женщин. В одном случае мы знаем, когда Яков выходил из рабства у Лавана, там женщина послужила основанием конфликта между Лаваном и Яковом, потому что она украла его божественных. А здесь, используя женщину, внутри этого идолбакномического царства, Бог спасает целый народ. Свой народ. Это очень важный момент. Мы, на самом деле, недооцениваем женщин сегодня. Мы недооцениваем их хвост. Я слышал такие теории, и мне не нравятся, потому что женщина в церкви домолчит. Слышали такое? Некоторые даже читали, это в Библии написано. Женщина в церкви домолчит. Но и сегодня некоторые говорят, как женщина может выйти, как женщина может учить, как женщина может только. Послушайте, я хочу вам сказать, что если Бог избрал, написано, что в новом человеке, которого создал Иисус в своей крови, нет больше ни раба, ни свободного, ни иудея, ни эллина, ни мужчины, ни женщины, но все мы новый, единый человек. И если Бог хочет действовать сейчас через женщину, Он будет действовать через женщину. Если Бог хочет сейчас действовать через ослицу, Он будет действовать через ослицу. Если Он хочет кого-то накормить через ворона, Он будет посылать ворона с кусками мяса кормить. Бог всемогущий, Бог, для Него нет никаких препятствий. Единственное, кто может, мужчины, надрессировать женщину, это только Бог, больше никто. Только Бог может вложить в ее сердце все, что Ему нужно вложить, оградить все ее пути так, как Ему нужно оградить, и она пройдет и исполнит волю Божию, так, как Ему нужно, чтобы Он ее исполнил. И никто не имеет права запрещать женщине говорить, женщине служить, женщине провозглашать Слово Божие. Никто не имеет на это права. Мы недооцениваем женщину в церкви, мы недооцениваем женщину в обществе. С другой стороны, сегодня очень символичная дата об этом проповедовать, потому что в каком-то там году, по-моему, в 1907, ну, 8 марта, когда начали праздновать, в 1907 году, в 2027 году женщины сказали, мы бесправные, нам не дают работать, нам не дают то, не дают это, и изобрели праздник 8 марта. Так совпало, что он вышел на Пурим как раз. До сих пор совпадает практически постоянно. И, ну вот, как бы, сегодня мы имеем 8 марта. Но парадокс Слово Марта заключается в том, что женщин не поставили в равные условия по правам с мужчиной. Их поставили в равные условия по обязанностям с мужчиной. Понимаете, в чем разница? Женщина все так же бесправна, как и была до этого. Все так же бесправна. У женщин все так же нет никаких прав. Женщина получает меньше на работе всегда, чем мужчина. Женщина не может устроиться на те же должности, что и мужчина. В некоторых странах, конечно, уже премьер-министры бывают и женщины. Но когда женщина становится премьер-министром, она должна решить, или она премьер-министр, или она женщина. Но по правам, я имею в виду в общественном плане, ни в государственном, ни в рабочем, по правам женщины с мужчиной не уравнены. Здесь в Израиле, и сейчас я буду заканчивать, не переживайте, я знаю, что все уже нюхают. Стол, сейчас. По правам женщины не уравнены с мужчиной, к сожалению. А мы должны в церкви, вот здесь вот написано, чтобы нашим жителем, нашим жителем... Вы знаете, что Эстер является прообразом церкви. Если бы, знаете, говорят, что если бы мы знали, или если бы неверующие знали, что все проблемы на земле от того, что верующие плохо молятся, то нас бы уже убивали все. Реально. Эстер – это прообраз церкви. Мы должны сегодня, наша задача сделать так, чтобы в житии святых, если кто-то не знает до сих пор, что здесь собрались святые все. Святые в публичном понимании – это с нимбом и с крылышками за спиной, изображенные на иконах. С выражением лица непонятно чего. Нет. Святые – это те, кто отделились от этого мира в пользу Бога. Вот Бог, написано, свят. Но он не свят не потому, что над ним мир, то у него крылышки за спиной. Он свят, потому что он не сообразуется с этим миром. С миром дьявола у него нет ничего общего с этим миром. И он говорит, будьте святы, как и Отец ваш свят. Мы должны отделиться от этого мира. И вот в Господе, как раз, я возвращаюсь к всем стихам, написано, что «так же вы повинуйтесь своим мужьям». Что значит «повинуйтесь своим мужьям»? Не так. Повинуйтесь своим мужьям – это значит, что если мы берем мужа, как священника в доме, этот муж должен диктовать порядок в этом доме. Но, напоминаю, что есть у нас… Задержу вас еще на минуточку, чтобы было понятно. Женщина, она, у нее мудрость build-in, встроенная. А мужчине нужно приобретать всем имением, всеми деньгами, всем золотом, всем временем. Да, и для женщины это, поскольку у нее мудрость build-in, она понимает, что мужчина должен тратить деньги на приобретение мудрости, а не всего остального. Понимаете? И когда он тратит деньги на приобретение всего остального, она не понимает, куда ушли все деньги. И начинает тратить деньги на себя. И потом долго объясняет, что новые туфли, розовые с бантиком, это не одна пара, а три разных. А у мужчины в голове это не укладывается, потому что нету мудрости build-in, не потратил на это деньги. А теперь смотрите, что в Иврике происходит. Бог, хоть он и Elohim во множественном числе, он мужского рода. А дух женского руах. Руах женского. А смейте, в русском языке все наоборот. Дальше. Сехель, то есть разум, мужского рода, а хухма, мудрость женского рода. Вы думаете, просто так? Я не верю в исключайные совпадения. Не верю. То есть получается, что Бог так все распределил, что одно без другого жить не может. Не может мой мужской сехель жить без ее женской хохма. Не может. Иначе это будет не хохма, имеете в виду, не шутка. Хохма, это пофиня. Пофиня, хохма, это мудрость. Тоже. А на еврейском хохма, это мудрость. Бина, тоже мудрость. Дат, то есть познание, тоже в женского рода. Кстати, все это женское, а мужского только сехель. Так вот, мой сехель без женской хохма жить не может. Поэтому Бог создал мужчину и женщину. он сказал, вот она, плоть от плоти, кровь от крови и стали двое одноплоть. Почему двое одноплоть? Потому что должны соединиться с цехель, разум, которому Бог мужчине дал, build in. И женская мудрость, которая женщине дана, build in. И тогда получается более-менее совершенный человек, если его не отвлекают соцсети, телевизоры, и все остальное. Вот к этому нужно стремиться, нужно понять, какова роль женщины в семье, роль женщины в обществе, роль женщины в церкви. Потому что, представьте, ладно, в обществе женщины действуют только мудростью, но в обществе она действует мудростью, написано в красоте кроткого и молчаливого духа. И когда мы это понимаем, когда мы это видим, мужчины, женщины начинают по-другому. выглядеть для нас. в них ничего не меняется, они остаются такими же, просто мы их начинаем видеть по-другому, как сонаследниц благодатной жизни, ради которой Иисус пришел, служил, умер и воскрес. И мы все в этом сегодня должны начать практиковаться. Это есть христианские духовные практики. Вот на этой торжественной ноге позвольте за вас помолиться. Я хочу сейчас, чтобы мы помолились, во-первых, за всех женщин, которые здесь находятся. Я не буду вас просить выйти сюда, потому что вас сегодня большинство. Абсолютно. Я отсюда помолюсь, а дух, который в вас, он коснется вашего сердца, вашего тела и исцелит дух душевого тела во имя Иисуса. Потому что так написано, он для этого пришел. Он здесь с каждым. А второе, я хочу сегодня помолиться за отдельное, кто хочет попасть на служение трездиас, отдельно, чтобы вы вышли, мы помолимся за устройство вашего пребывания на этом служении. После этого у нас есть сюрприз, а после сюрприза еда. Давайте соблюдать порядок. У нас Субтитры создавал DimaTorzok